Перед вами спецназовская саперная лопатка китайского производства. Она многоплановая, может у нее быть придать ей и такой вид. Сейчас конкретно вам расскажу. Здравствуйте рыбаки и рыбачки. Сегодня я хочу вам рассказать о спецназовской лопатке производства Китая. Вот это такая лопаточка. Она многофункциональная. Ей можно не только копать червяков, выкопать на рыбалке отхожий ровик, холодильничек там себе и все прочее. Вот тут есть еще пилочка. Можно ей что-то спилять. Вот есть открывалка для бутылок. Консерва можно открывать. Вот эту часть. Если открутить, нужно ее использовать, эту лопату. Как ледобор или помощник в сбирании чего-то. Или тут землю рыхлить и так далее. Но помимо всех еще достоинств. Вот она какая. Небольшая. Очень удобная. В руке держится. Еще с нее можно сделать якорь для лодки. Если вы плаваете на лодке резиновой, она абсолютно пригодна использоваться. Вот если она в таком состоянии, закрытая, вы ее бросаете в воду и она выполняет роль якоря. Но как же ее закрепить? Это делается очень просто. Вот эта часть откручивается. И вот в этой части есть отверстие. Видите? Открученная часть. Здесь есть отверстие. Оно тут было. Ну, видно для того, чтобы там, если вода попадет, чтобы она вытекала. Ну, не знаю. И вот вы сюда вставляете шнур. Привязываете к концу какую-то гайку, там, что у вас есть. Протягиваете. И вот у вас получается ручка рабочая. Вы уже, когда она у вас собрана в состоянии. Сейчас накручу. Елки-палки всегда так под камеру. Вы еще, в общем, скрутили. Забросили в воду. Якорь упал. И вот он или воткнулся, или так вот лег на грунт. Поняли, да? И все. Якорь. Я пользовался ей. Но для того ее можно утяжелить. Я что сделал? Это у меня две лопаточки такие. Я сюда залил свинец. Она становится тяжелее. Ну, я не учел, что вот эта вот пластмассовая часть, видите, она подплавилась. Чтобы избежать этой ошибки, здесь надо было какое-то до этого уплотнение сделать или холодным что-то обмотать. А можно поступить просто иначе. Сделать сюда не заливать свинец, а просто его засыпать. А в конце, а в конце залить. Тогда не будет испорчена вот эта вот сама закруточка. Поняли? Очень удобная лопатка. Ну, прекрасная. Я так доволен, что я ее купил и потом побежал еще, когда залил, прибежал, они еще были в наличии. Это где-то в таких магазинах типа Аврора, типа АТБ. Вот они бывают, часто бывают, я видел. И потом эти предприимчивые люди скупают их и продают так дорого. Она не драя, я не помню уже сколько стоит. У нее и мешочек есть. Я ее что-то искал как-то, где-то завалялся у меня там на балконе. Не могу найти. Ну, советую вот эту лопаточку. И получается, видите, вы можете, закинули вот у вас шнур и все. Лодка у вас, как говорится, заякоренная. И всегда пригодится, она не тяжелая. Ну, в смысле, это же там не тот якорь, который таскают большущий с собой. Вот его вы можете использовать и как лопатку, и что-то подрыть, в палатку ставить и так далее. Незаменимая вещь, очень прекрасная. Советую, если вы где-то увидите, обязательно покупайте. Не пожалеете. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Продолжение следует...